100 метров, которые нам сейчас с вами заявляют, в финал не попал Тайсон Гэй, трехкратный чемпион мира. И тот спортсмен, который обещал сразиться с Анимусейном Болтом, говорил о том, что он готов показывать те самые секунды, которых хватит для того, чтобы побить рекорд мира. Но Тайсон Гэй не хватил даже тех секунд, чтобы попасть в восьмерку сильнейших на Олимпийских играх. Ким Фу Коллинз, представитель Сент-Китса Невис, прославивший эту страну в 2003 году, когда выиграл чемпионат мира. Ну а далее идут все спортсмены, которые уже отличились на этих Олимпийских играх в Бекине. Мишель Фрайтер из Ямайки, он был шестым, 9.97. Вообще-то результаты были потрясающие. Дервис Пэттон восьмым, но только он, пожалуй, не вышел из 10 секунд, 10.03. Его был результат. Тот самый Асафа Пауэлл реабилитируется, не реабилитируется, а на Олимпиаде только пятым. Ну не знаю, что творится с Асафой Пауэллом. Надо, естественно, обращаться к психологу, потому что второй год. Одна и та же картина является, ну если не главным претендентом на золото, то одним из претендентов на другие награды на серебро и бронзу. Ричард Томпсон, серебряный призер Олимпийских игр по пятой дорожке, а это бронзовый призер Олимпиады, Волтер Дикс. По шестой дорожке он бежит, 9.91 он пробежал на Олимпийских играх. Это Марк Бёрнс из Тринидада и Табага, был седьмой на дистанции 100 метров, не остался без наград в составе своей эстафеты. И вместе с Ричардом Томпсоном они стали серебряными призерами в эстафете 4 по 100 метров. И победитель Олимпийских игр также в эстафете Несто Картер из Ямайки. Понятно, что сборная Ямайки отличилась результатом, который можно назвать не иначе, как суперрезультат. Отличилась рекордом мира в эстафете 4 по 100 метров. Вот такие герои собрались здесь. Ну, нет сейчас таких серьезных конкурентов у Асафа Пауэлла, несмотря на то, что и серебряный, и бронзовый призер здесь на дорожках в Лозане. Но, может быть, сейчас в отсутствие Усейна Болта в прошлом году теморализовал Асафа Пауэлла Тайсон Гейс. Сейчас это сделал Усейн Болт его соотечественным. Мне показалось, почему-то, что был небольшой фолькстартик. Вот у нас Асафа Пауэлла во всей своей красе. Ну, чтобы не сделать это на Олимпийских играх. 9.72. Результат потрясающий. Личный рекорд. Вот смотрите. Ричард Томпсон стал вторым на Олимпийских играх с результатом 9.89. Уолтер Дикт с результатом 9.91. Ну, готов же хорошо был этот парень. Что с головой у него? Очень большие проблемы. Вот точно, абсолютно надо что-то делать, наменять психологию, потому что иначе вот психология неудачника, она настолько сильно окажется в подкорке, что избавиться от этого просто будет невозможно. Вот вчера на пресс-конференции Пауэлл так вот и сказал, что я выступаю лучше на соревнованиях Гран-при и Золотой Лиги, чем на чем больших чемпионатах, но я не могу объяснить эти причины. Ну, и сказал, что у него было много травм в этом году, которые не позволили ему тренироваться напряженно. И он доволен был результатом 9.82 в Монако перед Олимпиадой, 9.87 в Дисхеде, но там была очень холодная погода и дождливая погода. Вот сейчас он себя реализовал. Сереж, это второй, кстати говоря, я прошу прощения, второй результат в истории после болта. Сереж, ну что тут? Тут объяснение очень простое и очень легкое. А Пауэлл не может бежать дальше, если кто-то его начинает пережимать на дистанции. Ну, не может. Может, надо просто выбежать со старта побыстрее и никого не видеть? Он же сделал это как Гэй, вместе с Гэем в прошлом году. Он-то как раз оторвался от Гэя очень сильно. А когда вот на 70-м метре Гэй начал к нему подбегать, то все, то сдался полностью Асафа Пауэлл. Не может он бороться. Ну, хорошо, понятно, что Усейна Болта сейчас обогнать был на Олимпиаде невозможно. Невозможно просто в такой форме находился бы гениальный человек, который в 70 метров бежит, а потом 30 бросает. Пауэлл бежал так же. Наверное, все-таки, представляете, 300-х было бы, это была бы борьба, может быть, кто-то бы тоже там. Пришлось брать. Нет, ну, с другой стороны, не знаю, Сереж, все-таки, когда человек вбегает в клетки и вообще просто уже приветствует публику, да, распахнутыми руками, понятно, что невозможно с ним совершенно соперничать даже сколько-нибудь на равных, а уж не то, что вообще рядом бежать. Но, с другой стороны, ну, вот серебро, это серебро, это Асафа Пауэлла было. Как, как, законное, как упускает человек это из рук, просто невозможно. Смотрите, вот Несто Картер личный рекорд здесь устанавливает благодаря тому же Асафе Пауэллу. Олимпийский чемпион в эстафеле 4 по 100 метров. Асафа Пауэлла. Садель Грегорио, triple сут, сад, 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 сад. Асафа Пауэлла.